125 грамм черствого и горького хлеба из опилок, соды, бумаги и малой части муки размером со спичечный коробок. И это норма в сутки на человека. Отсутствие водоснабжения и отопления в мороз до минус 27 градусов. Постоянные бомбежки, которые усиливались по ночам. Смерть и голод повсюду. Люди выживали как могли, ели траву, листву, кору деревьев, а в зимний период варили желе из кожаной одежды и строительного клея. В таких условиях мальчик Валера Касатонов со своим старшим братом и мамой прожил 872 блокадных дня и столько же ночей. Когда немцы близко подошли к Ленинграду, мы соединились вместе с папиной сестрой. И вот наша мама, и нас двое сыновей, и тетя Соня, и ее дочка. Наша мама работала в Адмиралтействе. Это в самом центре города. Адмиралтействе построено еще Петром Первым для средства кораблей. И там были воинские части. Мама работала там, я бы как сказал, разнорабочим. Она была там и дворником, она была работником на кухне. И это помогало. Она приносила капустные там, допустим, листы такие, листья, уже непригодные как бы для дальнейшего приготовления, а картофельные очистки. И это все шло у нас, значит, для того, чтобы что-то такое покушать. Это нас спасало. Валерий Федорович сегодня разменял девятый десяток. К слову, его день рождения символично совпал с датой освобождения блокадного Ленинграда – 27 января. Но до сих пор он не может забыть события 77-летней давности. Да и как это можно забыть? Ежегодно в годовщину снятия блокады он приезжает в областной лицей имени Машерова, чтобы из первых уст рассказать детям невыдуманную историю войны, историю, страшнее которой просто нет. Самое главное, что можно сказать, надо сделать все, надо делать все, чтобы не было войны. Самое чудовищное преступление человечества – это война. Самые большие тяготы, самые большие лишения испытывают люди, когда идет война. Я желаю всем доброго здоровья, пусть счастья, удача, успех сопутствует нашим сегодняшним детям. Даже несмотря на определенные трудности, которые сложились в этом году, мы не могли не провести это мероприятие, не могли не пригласить в гости Валерия Федоровича, потому что он очень любит эти встречи, так же, как любим эти встречи мы. Потому что они действительно очень важны. Они дают детям тот заряд бодрости, ту силу духа, то, что пережили жители блокадного Ленинграда, наверное, не может в полной мере осознать тот, кто это не прочувствовал. История блокадного Ленинграда дошла до наших дней в дневниках его жителей, хрониках и фильмах, музейных экспозициях и литературных произведениях. Лицеисты сегодня из разных источников узнают информацию об этих страшных событиях. Поэтому к встрече с Валерием Федоровичем ребята тоже подготовились. Из уст учащихся в прозе и стихах звучали отрывки из произведений, посвященных блокаде. А сама встреча стала для ребят возможностью прикоснуться к живой истории, открытиям и откровениям. Во время блокады Ленинграда люди мечтали жить в мире, благополучия, чтобы у них были семьи. Они рождали детей, кормили их, работали. А в данный момент люди не ценят то, что им предоставляют, то же самое государство. У нас есть все, у нас есть деньги, чтобы ходить в магазин, купить то, что мы хотим. Мы живем в 21 веке, в веке, где почти нет войн. И мы должны ценить прошлое и не повторять ошибок прошлых поколений. И тогда в мире будет равновесие и благополучие. Хорошо, что события блокады Ленинграда откликаются в сердцах современных юношей и девушек. Об этом важно и нужно помнить. Пусть они останутся лишь отголоском истории в сердце каждого и никогда больше не повторятся в реальности.